Рапунцы Рапунцы Его соседка была опасной ведьмой по имени Камила. Никто не знал, что ей было уже 150 лет. Чтобы выглядеть молодо, Камила должна была прикасаться только к золотым вещам, поэтому она покрыла все в своем доме золотом. Она сделала золотыми тарелки, ложки и вилки, бутылки, лампы, даже стул, на котором она сидела. Все было в настоящем золоте. Как-то вечером в дверь ведьмы постучали. Это был сосед, который пришел попросить немного салата для своей беременной жены. Камила сказала, что он может взять сколько захочет. Но при одном условии. Если у вашего ребенка будут золотистые волосы, я заберу их. Мужчина не знал, что делать, но по глупости согласился и взмолился, чтобы у его ребенка не было светлых волос. Но через несколько дней его жена родила красивую девочку с золотистыми волосами. Они назвали ее Рапунзе. Камила разузнала, что ребенок родился со светлыми волосами. Она пришла и забрала девочку у родителей и отнесла к себе. Ведьма хорошо заботилась о Рапунцеле. Каждый день она расчесывала ее светлые волосы, которые с каждым днем становились все длиннее. Камила не хотела, чтобы волосы девочки когда-либо стригли. Потому что она варила длинные пряди в волшебном котле и превращала их в золото. Я превращу длинные золотые волосы в настоящее золото. Я буду жить! Глубоко в лесу Камила наколдовала высокую башню, где заперла Рапунцель, чтобы никто не смел дотрагиваться до ее волос. Внутри этой башни даже не было лестницы, а была только одна маленькая комната с крошечным окном. Рапунцель росла в этой комнате совсем одна целых восемнадцать лет и видела только камин. Когда ведьма приходила к ней в гости, то звала ее снизу. Рапунцель! Рапунцель! Скинь свою золотую косу! Рапунцель спускала свою длинную косу в окно, а Камила взбиралась по ней на башню. Мама, почему в этой башне нет лестницы? Почему я не могу спуститься и поиграть с цветами и животными? Моя прекрасная златоволосая девочка, только так я смогу защитить тебя от зла этого мира. Там много опасностей и всякие твари. Если бы с тобой что-то случилось, я бы этого не пережила. Однажды прекрасный принц Ром, который родился в один день с Рапунцелью, отправился на своем коне в лес на прогулку. Принц услышал дивное пение и прислушался. Ах, какой прекрасный голос! Он пошел на звук таинственного голоса, пока наконец не вышел к башне, где жила Рапунцель. Когда принц увидел девушку, то сразу влюбился в нее. Он огляделся в поисках двери в башню, но не смог ее найти. И как раз в этот момент к башне пришла Камилла. Принц спрятался в кустах, потому что знал, что это злая ведьма. О, нет! Да это ведьма Камилла! Что она здесь делает? Рапунцель, 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 скинь свою золотую косу! Рапунцель сбросила вниз свою длинную косу, чтобы мать могла поднять. На следующий день принц вернулся к башне. Он попытался изобразить голос ведьмы и крикнул. Рапунцель, Рапунцель, скинь свою золотую косу! Рапунцель подумала, что голос матери звучит странно, но все же сбросила косу из окна. Принц быстро вскарабкался по волосам, чтобы выяснить, кому же принадлежит этот прекрасный голос. Какой волосатый подъем! Рапунцель испугалась, когда увидела мужчину. Кто вы? Кто вы? Кто вы такой? Как вы сюда попали? Я принц Роб. Я думал, вы... Может быть, у вас неприятности из-за ведьмы? Нет, я Рапунцель. Нет, мне не следовало распускать волосы. Уходите отсюда! Не волнуйтесь, я не злой человек. Просто я услышал ваш прекрасный голос и хотел посмотреть, что задумала ведьма. Слова принца успокоили Рапунцель и она перестала его бояться. Дорогая Рапунцель, не хотите ли спуститься со мной с башни, прогуляться в лесу, понюхать цветы и посмотреть на животных? Рапунцель давно хотела увидеть, что же за пределами башни. Поэтому она сразу приняла предложение принца. Я знаю, как нам обоим спуститься с башни. Когда настал следующий день, злая ведьма Камилла пришла в башню и уже собиралась позвать Рапунцель, но... Увидела длинные светлые волосы, свисающие из окна. Наверное, она увидела, что я иду и сбросила косу. Камилла начала подниматься на башню. Как вдруг услышала стук копыт. Ведьма подумала, что поблизости кто-то есть, но полезла дальше, потому что хотела как можно скорее добраться до Рапунцель. Когда она вошла в комнату, Рапунцель-то была поражена. Рапунцель не была в башне. Она отрезала свои длинные волосы и сбежала. О, Боже! Боже мой! Она ушла! О, нет! Рапунцель! Рапунцель обрезала волосы и привязала их к стене башни, чтобы они с принцем могли спуститься. Камилла, оставшись в башне одна, в отчаянии коснулась остриженных волос Рапунцель. О, нет! Нет, 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 нет! Отрезанные волосы потеряли свою силу. О, чтобы превратиться в золото, волос должны быть корни. Тем временем Роб и Рапунцель приехали в замок. Там принц рассказал все своим родителям, королю и королеве. Король сказал, что слышал имя Рапунцель от старого фермера и его жены. Тогда принц немедленно отвез девушку с золотыми волосами в дом пожилых фермеров, которые рассказали, что потеряли дочь по имени Рапунцель. Как только бедные отец и мать открыли дверь и увидели ее, то тут же узнали. Моя дочь, моя маленькая девочка, ты нашла нас? Тебя забрала злая ведьма. Прошло столько лет, но ты наконец дома. Мы твоя настоящая семья. Рапунцель была очень рада познакомиться со своими настоящими родителями. А как вы думаете, что случилось с Камилой, которая осталась в башне без золота? Я найду тебя, Рапунцель. Я буду охотиться за твоими волосами, которые превращаются в золото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok